Соктовкарец умудрился оформить кредит на свою бывшую подругу. При этом, естественно, ее не предупредил. В январе с заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница столицы. На ее почтовый адрес пришло письмо от микрофинансовой организации, в котором она значилась должником по кредиту. Шокированная девушка отправилась разбираться в кредитное учреждение. Менеджеры ей пояснили, что несколько месяцев назад на ее имя был выдан займ 7 тысяч рублей. За пользование деньгами начислены проценты. Клиентка по несчастью уверяла, что это какая-то ошибка. Никакой суды она не брала. Силовики установили. На самом деле деньги получил ее 31-летний бойфренд, с которым потерпевшая ранее вместе жила. Между ними возник конфликт, в ходе которого было принято решение, что они вместе больше проживать не будут. Он забрал ноутбук, которым они вместе пользовались с этого ноутбука, оформил заявку, где были внесены уже автоматические личные данные вот этой его бывшей сожительницы. К этому действию подтолкнуло то, что он является безработным, что он ранее совершал административные правонарушения, ему не на что было жить, в связи с чем он воспользовался вот ее личными данными. Возвращать займ парень и не планировал, наивно полагая, что разбираться с ним никто не будет. Ведь взятые им деньги придется возвращать бывшей пассии, с которой они плохо расстались. Однако бывший кавалер серьезно просчитался. По факту мошенничества в отношении него возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. За свой жестокий обман он может вполне поплатиться свободой. Как, впрочем, и деньгами. Долг микрофинансовой организации, который уже превысил 23 тысячи рублей, придется возвращать именно ему.